Друзья, всем привет! Сегодня у нас автомобиль Volkswagen Touareg 2009 год, 3.0 дизель с автоматической кропкой передач Aizen 6 ступенчатой Есть одна особенность по данному автомобилю это переключение с первой на вторую передачу происходит немножко с затяжкой и бывает с пинками и, естественно, большой расход в городском цикле сейчас у нас 16.8 это при том, что автомобиль эксплуатируется, в принципе, медленно и в бережном цикле сейчас мы попробуем прокатиться посмотрим как себя ведут переключения сейчас выедем с улицы как переключать с первой на вторую обычно это происходит при плавном при плавной езде если топить в пол то, в принципе, переключается очень быстро и все устраивает но вот при медленной езде в городском цикле очищаются пинки очень сильно сейчас на вторую скинуло вернее, переключилось вообще адекватно ничего подстроенного я не увидел вот сейчас вторая пошла немножко пожестче сейчас где-то выйдем на ровную дорогу еще погода такая снега, куча особо не покатаешься причем это особенность такая не только у этого автомобиля это на всех таурагах есть такое все с этим мучаются да, перепрошивают коробки тоже но попробуем делаться малой кровью значит, давайте сейчас останавливаемся давайте даже переключим селектор в паркинг и снова включим драйв есть на драйв первая передача ну что ж, давайте поедем изначально попробуем поехать плавно очень, прям очень плавно посмотрим на каких оборотах будет переключаться двигатель на полторы тысячи у нас включилась передача сбросились обороты и потом был такой, как толчок то есть сначала скинулись обороты а потом уже через 2 секунды автомобиль поехал вот примерно сейчас было то же самое продолжаем наши покатушки в поиске это неисправности, скажем так вот сейчас опять же точно такое же было переключение но расход 17 литров, грубо говоря, для города для 3.0 дизеля это очень много я думаю, стоит посмотреть кодировкам может кто-то там что-то уже начудил сейчас мы немножко еще проедемся буквально метров 100 остановимся, подключим Васю диагност и посмотрим, что у нас там в блоке значит, друзья, что я наблюдал пока немножко покатался на автомобиле переключение вверх то есть с первую на вторую, на третью происходит более-менее нормально то есть никаких отклонений в принципе таких жестких я не увидел несколько раз было переключение с первой на вторую немножко с задержкой и очень часто были пеньки при переключении с второй на первую плюс повышенный расход в автомобиле очень слабенький накат его практически нету если мы отпускаем педаль газа автомобиль тут же уже на передаче начинает тормозить значит, дело не хитрое подключаем наш Вася диагност к ноутбуку включаем ноутбук включаем зажигание на что мы будем смотреть и на что мы будем обращать внимание сейчас выключу печку так, значит нам нужно зайти в блок управления где у нас где у нас где у нас электроника коробки передач это у нас второй блок пойдем посмотрим кодировку в блоке поскольку она тоже очень сильно влияет на все эти показания которые перед этим говорил так, есть подключились к блоку управления заходим кодирование у нас стоит 4456 4456 это у нас в принципе все 4456 здесь даже нету такой написанной в принципе все советовали ставить 4216 и 4200 4456 я еще даже не встречал ну давайте для начала поставим 4216 посмотрим как автомобиль будет вести себя на этой кодировке немножко покатаемся и значит так 4216 4456 4216 выполнить кодировка принята окей базовые установки да он нам в принципе не нужен так хорошо значит выходим сохраняем параметры и немножко катаемся ну что друзья смотрим переключение значит я уже немножко прокатился переключение происходит конечно быстрее и наката стало намного больше сейчас выйдем на ровную дорогу пока вообще никаких вот вторая передача уже никаких посторонних нюансов при переключении я не наблюдаю первая у нас вторая третья вторая первая даже второй на первую тоже ничего не ощущается ну так я и в принципе по отзывам наблюдал что эта прошивка вернее калибровка самая адекватная первая вторая передача все отлично еще часть немножко покатаюсь заправлюсь посмотрим по расходу топлива я думаю что где-то должно быть в районе 13 литров поскольку накат больше а передать им приходилось постоянно автомобиль держать на передаче и немножко подгазовывать для того чтобы держать скорость вот такие вот маленькие нюансики 5 минут времени и как сильно влияет на работу автомобиля и на качество езды и смотрите вот мы немножко разгоняемся отпускаем газ и автомобиль у нас не сбрасывает сразу на третью передачу на вторую передачу то есть мы нажимаем на газ и точно так же едем с третьей на предыдущей калибровке сразу же мы уже ехали бы со второй естественно затраты и по топливу и по комфорту езды тоже сильно отличались бы вот опять же 1000 на тахометре третья передача уже после ниже 1000 переключаюсь на вторую сейчас конечно на автомобиле стало ехать поприятнее ну что ж друзья немножко я уже покатался на автомобиле потестировал его уже на улице темнеет все уже ездят с фарами дозаправил немножко топлива и как видите сейчас у нас расход 11.7 это при этом что я только что начал немножко уже более резче ездить до этого был в районе 11 что в принципе адекватно для этого автомобиля для этого мотора вот такая вот ситуация покатаемся на этой калибровке посмотрим если что-то будет не так то или дополню это видео либо же будем рассматривать еще раз ну на этом у меня все не забываем подписаться на канал спасибо огромное вам за то что ставите лайки всем удачи пока